Продолжаем стрим с республиканской акции «Народный юрист». До этого мы обсуждали общие вопросы. Теперь переходим именно к теме ЖКХ. На вопросы отвечает Аркадий Рубцов, председатель ассоциации КСК города Алматы. Добрый вечер, Аркадий Александрович. Добрый вечер. Как бы сразу перейду к вопросу. Вот первый от жителя Алматы, который рассказывает, что в феврале 2023 года он купил нежилое помещение. А после выяснилось, что у предыдущего собственника была задолженность перед осей на расходы по содержанию жилья. На сегодняшний день эти долги так и висят на прошлом собственнике, но их пытаются взыскать именно с ОМАНа. Это тот, кто к нам обратился. Должен ли он оплачивать их, и если в договоре купли-продажи об этом вообще ничего не упоминалось? Достаточно типичная ситуация. Ответ дает пленум Верховного суда, который разъяснил по взысканию задолженности за тепловую и электрическую энергию. Верховный суд сказал о том, что задолженность прежних собственников не является обременением, и данный долг не переходит на нового собственника. Поэтому правоприменительная практика здесь однозначно. Собственники квартир, собственники нежилых помещений, которые купили данное нежилое помещение, старый долг платить не должны и не обязаны. Они имеют право написать соответствующее заявление в ОСИ, предложить им взыскивать денежные средства с прежнего собственника и начинать платить добросовестно за тот период, когда они являются собственниками помещения. Второй вопрос поступил от жителей Астаны, обратившиеся рассказывают, что он является студентом де-факто уже четвертого курса. В будущем планируют поработать на госслужбе предварительно в Министерстве иностранных дел. На данный момент не имеет за собой жилья, накопления, работы, не представители уязвимых слоев населения, но и не истеблишмент. Вопрос таков. Как ему поступить с точки зрения финансовой целесообразности? Снимать квартиру пять лет, пока зарплата не станет выше, или сразу же брать ипотеку. При этом, говорит, чисто кредитная история. Ну, это радует, что чисто кредитная история. В общем, студенту четвертого курса наверняка помогут родители, поэтому целесообразно вступить в гражданско-правовые отношения, взять ипотеку, если это будет в Стана Алма-Ата, в принципе, при любых раскладах, в долгую, если помогут родители. Своя квартира лучше, чем на наемное, съемное арендное жилье. Следующий вопрос. Автор не представился, но спрашивает. Как узаконить незаконную пристройку? Как бы человеку, что нужно сделать и куда обратиться? Если это в предгорьях Алма-Аты и незаконная пристройка 500 и более квадратных метров, наверняка ее признают незаконной до конца, и высокий риск вероятности, что ее снесут. Если это часть общедалевого имущества в каком-нибудь, я не знаю, доме на четыре хозяина, и это все расположено на вашем земельном участке, а сама по себе пристройка не превышает 50-70 квадратных метров, вы пойдете в ГАСК, напишите документы, получите архитектурно-планировочное задание, либо профессионалы будут обследовать вашу пристройку, и вполне возможно у вас что-то получится. В данном случае информации слишком мало, вы должны очень внимательно посмотреть, что за имущество находится в вашей собственности, а потом уже принимать решение, нужно ли вам вообще вот именно в этот момент заниматься узаконением подобного рода строения. Республика Казахстан, благодаря тому, что разные периоды и циклы управления сменяют один другой, иногда предоставляют собственникам возможность узаконить то, что было невозможно бы сделать, условно говоря, вот в этот период. Мы продолжаем. Вот еще один казахстанец, который обратился к нам через чат-бот, он рассказывает, что является пайщиком жилищного кооператива Софина в городе Актобе. В 2020 году в марте заключил договор о покупке двух квартир в пятиэтажном живом доме. Согласно условию договора предоплата 30%, остальные 70% после окончания строительства. В 2022 году директор ЖК объявил, что у него нет денег, но есть инвестор, который готов построить дом, но с доплатой 10 тысяч за квадратный метр. Был заключен трехсторонний договор, согласно которого ему необходимо было оплатить остаток 70% от первоначального договора инвестору. В 2023 году подал заявление, в мае 2024 года начался суд по уголовному делу. Нужен ли ему адвокат? Ему нужно всячески признавать себя потерпевшим для того, чтобы защищать свои права хотя бы на этой стадии уже уголовного преследования. Люди, не надо быть легковерными. Нам постоянно говорят, что разные потребительские кооперативы, разные долевки, которые всячески предоставляют жилье ниже рынка в Республике Казахстан, это на 80% мошенничество. Видимо, и там точно такая же статья, целый букет сопутствующих обвинений. Поэтому наличие адвоката желательно, надо пытаться вытаскивать свои деньги. Продолжаем тему ЖКХ. Вот следующий вопрос. История такая. Два года назад купил квартиру новостройку в ипотеку. В этом году дом вышел с гарантии. У меня такая проблема. В конце этого отопительного сезона была протечка в отопительной трубе под стяжкой пола, что привело к потопу соседей. Стяжку отопления он не трогал, так как все было готово, и чтобы это не сняли с гарантии. Но сейчас застройщик утверждает, что это его проблемы. И ремонт соседям, демонтаж, он должен делать из собственных средств. Можно ли будет подать на застройщика в суд и вернуть затраченную сумму на демонтаж и восстановление? Ведь отопление под стяжкой было, его проверить просто было невозможно перед приемкой квартиры. И просит, если можно подавать на них в суд, то что нужно сделать, и какие документы нужны-то? Ну, коротко, примерно. Застройщики, которые закладывают полипропиленовые трубы и заливают их бетоном, делают все возможное для того, чтобы по истечению двух лет случались подобного рода проблемы. Как Республика Казахстан вообще допускает подобного рода эксплуатацию, и какие проекты проходят экспертизу, это вопрос риторический. Но собственники достаточно неграмотные и при выборе недвижимости очень часто смотрят на цену, вид из окна и прочие плюшки. Необходимо обращать внимание, а то, какого рода коммуникации вы получаете. То есть, первый совет. Если кто-то вам рассказывает о том, что какие-то коммуникации залиты в пол, ну, на 80% разворачивайтесь и уходите. Тут либо цена, либо качество. Теперь. Ой, хвала небесам, есть статья 40 законы РК о жилищных отношениях, которая может трактовать подобного рода трубы как часть общедомового имущества. В данном случае необходимо все это дело вскрывать при любых раскладах, смотреть и локализовывать аварию. А по факту, может быть, ответственность будет нести управляющая компания, либо, не дай бог, если создано объединение собственников имущества, которое даже не знает, что это ее ответственность, либо в качестве одного из соответчиков поставить застройщика. Если в результате экспертизы удастся доказать, что это конструктивный дефект, а может быть, данные трубы там вообще не должны были проходить, ну, бинго, может быть, вам повезет и получится что-нибудь с него взять. А по факту, такого рода вещи лечатся только одним. Необходимо проводить стоячную систему и все трубы, которые находятся в полах, выводить в квартиры. Так, в принципе, сейчас делают все те, кто купил подобного рода квартиры. Еще один вопрос из чат-бота. Пользователь просит подсказать, как быть в такой ситуации. У него нежилое помещение и в 2023 году жильцы заменили лифтовое оборудование. Кабины меняла ТОР Кенкала. Теперь эта компания хочет с него взыскать средства по замене, ссылаясь на то, что пассажирские подъемники это объект кондоминимума и платить должны все, даже нежилые помещения. Хотя у него вообще отдельная входная группа и лифт, и он даже не видел в глаза. Эрю, правоприменительная практика здесь однозначно. Все, что касается общедомового имущества и все, что меняется за счет государства, решается на собрании собственников квартир, собственников нежилых помещений. Там же утверждается смета, и количество голосов собственников нежилых помещений всегда кратно ниже, нежели чем тех, кто пользуется данными лифтами. Вторая несправедливость. Статья 37 закона РК о жилищных отношениях, которая определяла собой особенности и возможность непроизведения платежей за те части общего имущества, которым не пользовались собственники нежилых помещений, упразднена 7 января 2020 года. Да, по-моему, оттуда. И в связи с этим собственники нежилых помещений подвергаются своего рода дискриминации, когда они обязаны вообще платить за все, даже то, чем они не пользуются. Но в данном случае все, что касается лифтов, это общедомовое имущество, он и кровлей может не пользоваться, но тем не менее, если случается капитальный ремонт, в своей доле он платит. Когда доходит дело до судов, почти всегда взыскивают, хотя было пару исключений. И завершающий вопрос. Человек хочет сдать в аренду паркинг. Нужно ли ему для этого открывать ИП? Но если он не откроет ИП и будет в черную это делать, рано или поздно его огорчит управление госдоходов. Если он хочет заниматься бизнесом, ну, наверное, ему нужно прочитать налоговый кодекс, наверное, ему стоит взять патент, рассчитать доходы и заплатить за полгода вперед налоги. Тогда это будет 1%, и он как минимум сможет проверить свою стратегию. Может, цена большая, может, локация не та. Ну, полгода заплатит, увидит рентабельность, может продолжит. В данном случае все, что угодно, но желательно налоги платить, потому что иначе огорчат. Большое спасибо, Аркадий Александрович. Информационный стрим мы продолжим через несколько минут. Отмечу, что на вопросы по сектору ЖКХ отвечал председатель САЦКСК города Алматы Аркадий Рубцов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова